Последняя в этом году сессия Народного собрания прошла сегодня в Махачкале. Депутаты приняли бюджет республики на 2020 год и еще ряд законопроектов. В работе сессии принял участие и глава республики Владимир Васильев. Более подробно о работе парламентариев расскажет моя коллега Зумруд Камидова. Около 140 миллиардов рублей бюджет республики на 2020 год. Деньги обещают направить на развитие системы образования, здравоохранения, а также повышение заработной платы. В этом году сумма значительно больше прошлогодней. Этому способствовал рост поступлений налогов. Ну а в новом году налоговых и неналоговых поступлений ожидается более 45 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 24,3%. У нас соотношение собственных доходов к дотациям 41,4%. В 2020 году соотношение собственных доходов к дотациям 43,6%. То есть в объеме дотаций наша доля собственных доходов вырастает. Увеличение налогов, по словам вице-премьера, позволит повысить зарплату учителям и врачам. Кроме того, повысится и минимальный размер оплаты труда, который составит более 12 тысяч рублей. В сферу здравоохранения вложат более 11 миллиардов. Почти 800 миллионов пойдут на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми инвалидами. Указанным категориям граждан за два года рост заработной платы составил 19,3%. В целом мы всю эту категорию граждан за два года на увеличение этой зарплаты предусмотрели дополнительно 9 миллиардов рублей. Однако среди парламентариев нашлись и те, кто усомнился в эффективности распределения средств. Так, депутат Марат Асланов заявил, что в правительстве в минувшие годы не смогли эффективно освоить бюджет. Масса нерешенных проблем, но деньги не расходуются и возвращаются в федеральную казну. Для нас с вами это интересно, для населения Дагестана важны вот эти цифры, которые опубликованы на этом все, в национальных проектах и так далее. Мы красиво все пробежали, сказали об этом, но когда мы смотрим про национальные проекты, освоение этих денег, там нам дали огромную сумму денег. Мы их не освоили. И когда нам дали сейчас под 1-2 миллиарда, мы делаем, устраиваем пляски с губными, что вот замечательно. Глава кабинета министров республики Артем Сдунов не согласился с парламентарием. По его словам, сэкономленные в прошлом году 10 миллиардов рублей успешно освоены и направлены на строительство дорог, обеспечение качественного водоснабжения в районах республики и другие нужды региона. В прошлом году я поступал с этой же трибуны и рассказывал про эти 10 миллиардов. Никакие деньги никуда не ушли. Если бы в прошлом году навели порядок с ценообразованием на дорогах, в этом году бы наводили порядок с ценообразованием в школах, дошкольных учреждениях и во всех недостроенных объектах. А у нас, на секундочку, заметьте, 2 165 объектов недостроенных. 2,5 миллиарда было сэкономлено не трансом, потому что пересмотрели цены по дороге. Мы на эти деньги смогли больше дорог построить. Мы на эти деньги смогли осуществить программу по водоснабжению наших горных районов. Глава региона, выступая перед депутатами, подчеркнул, что правительством проделана большая работа. Владимир Васильев напомнил, на сегодняшний день значительно уменьшилась доля теневой экономики. Люди стали платить налоги. Мы сумели работать так, как мы заявляем, в интересах рядовых жителей Азербайджана и создавать условия для того, чтобы наша республика не процветала. Но сейчас уже, похоже, появилось самое главное. Появилось доверие, сотрудничество. А это дает уверенность, мне во всяком случае, что сегодня законодательная власть, исполнительная власть, общественная организация, общество Дагестан понимает, что делает. Завершая работу сессии, парламентарии заверили, население республики ожидает положительные перемены. Повышение заработной платы, новые рабочие места и решение других насущных проблем. Всего парламентарии рассмотрели порядка 20 вопросов. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.